Солнце высоко, да? 12 часов дня. Нужно покушать сколько? Сколько хочется. Сколько хочется, моя хорошая, в это время. Ну вот сколько хочется. Потому что в это время все переварится. Понимаете, люди обычно, вот солнце в 12 часов дня, человек встал поздно, только к этому времени он растормозился. Он думал, какой обед, мне дела надо делать, мне некогда кушать. И когда он кушает, начинает 4 вечера. Потому что солнце садится, и уже как бы в это время у него уже последний рывок пищеварения. Он говорит, ну покушай хоть сейчас. И человек, если поздно наедается перед сном, все в токсины. Все в токсины, мои хорошие. Ничего в здоровье не идет потом. Потому что солнце переварит пищу. Есть три типа пищеварения. Есть пищеварение солнечное, есть умственное. И есть пищеварение с помощью низшей энергии земли. Вот запомните, с низшей энергией земли связаны духи. Умственное пищеварение забирает все силы думать. А солнечное делает человека здоровым и счастливым. Когда человек ест обед, основную часть пищи, с 11 до 2 дня, потому что здесь у вас смещение, да? С 11 до 2, то в это время у него все усваивается. Просто супер здоровье. Он классно себя чувствует, и у него отлично идут дела. Если человек поел до 7 вечера, до 8, плотненько, потом с 3 где-то до 8, то все мозги стекут в желудок. Ты не сможешь ни думать нормально, ни концентрироваться, ни работать, ни даже общаться с людьми. У тебя не будет сил ни на что. И если ты съел, поел хорошо после 9 там и всю ночь, то это значит, что у тебя, ты когда спать ляжешь, у тебя вот эти духи из земли начнут поедать эту пищу. Они туда энергию огня пищеварения будут давать. И у тебя будут сниться кошмары, жуткие космары всю ночь просто. Понимаете, как удивительно этот мир устроен? Мы все связаны вот все со всем, что здесь происходит. Утреннее время до 7.30 предназначено для победы над судьбой. В это время человек побеждает судьбу. С 7.30 до 2.00 разные там промежутки. Самое раннее время для познания этого мира. Потом дальше идет время для того, чтобы разобраться, что происходит. Это время тайм-менеджмента. Не самое раннее утро, а потом чуть-чуть попозже. Там 9, там 10 часов утра. Разберись, что тебе сегодня делать. Потом дальше идет время для того, для того, чтобы делать самые важные дела, которые требуют сильного интеллекта до обеда. Потом дальше после обеда идет просто труд обычный. Немножко надо отдохнуть 20 минут после еды. Чуть-чуть. Полежать на левом боку. Чуть-чуть. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, это утопия вообще. Это утопия. Мы работаем с 8 утра и до 11 часов дня ночи. Знайте, что это нормально. Вот у вас такая жизнь, примите ее. Если вы будете развиваться, у вас будет другая жизнь. Это 100%. Поверьте мне. Она будет меняться в зависимости от вашего развития. И вечером, вечернее время предназначено для семьи, для любви. В это время луна выходит. Луна – это планета любви. Ну, как планета, спутник Земли, но это как энергия любви там находится в луне. В это время надо дарить любовь, счастье близким, забыть про свои дела, прийти домой, расслабиться, быть всем вместе в семье, любить всех, заботиться обо всех, радоваться всем перед сном. Это сильно расслабляет психику. Именно взаимоотношения с близкими сильно расслабляет психику. Любовные такие добрые отношения с близкими. Понятно? И ночью человек должен делать только две вещи. Первое – спать. Второе – зачинать детей. Одновременно не получится. Когда человек зачинает утром, ребенок рождается очень чувствительным. Когда его зачинают днем, он рождается болезненным. Когда его зачинают вечером, во время заката, он имеет склонность к психическим заболеваниям. Когда его зачинают ночью, он имеет склонность быть здоровым. Я знаю, как и наше – наше – что он решил верить. То есть это опять не будет lifts. Когда его зачинает, он может сдать. Когда его застанье, которое вы хотите, нужно будет спать. Продолжение следует...